Знакомьтесь, Юрий Эфролов, миллионер-сыроед, бизнесмен-проповедник. Выращивает в экопоселениях морковку, собирает по лесам ягоды. Сам природными дарами питается и их же поставляет народным массам. Такие домики на местах сбора строятся у меня по разным регионам страны, то есть где идет сбор вот этих диких ягод. Это вот земляника, здесь фихуа, вот это желтые ягоды, вот это облепиха. Такой колодолочке любая белочка позавидует, если, конечно, не замерзнут насмерть при постоянных минус 25. Почему мы их храним в таких низких температурах, в чем биологический смысл? А в том, что когда мы варим варенье или пятиминутки, при варке в высоких температурах разрушаются витамины, минералы, они переходят в водонерастворимую неорганическую форму минералов, которые не могут усвоиться организмом человека. По образованию Фролов биолог, по жизни перфекционист, а к тому же настоящий фанат эко, и химию не переносит ни в каком процентном соотношении, и даже работников нанимает исключительно без вредных привычек. Не будет же человек, который курит, да, вот в лесу он и ягоды собирает, каждый раз мыть руки с мылом, с большим количеством воды, нет. А через полупроницаемые мембраны ягод, да, яды токсичные от рук курильщика, проникают в ягоду, и какая бы экологически чистая обстановка не была в том месте, где эти ягоды собирают, она уже не будет экологически чистым продуктом, никогда. В качестве своей продукции Фролов уверен, так же, как и тысячи других российских фермеров. Но о том, чтобы биосертифицировать свой товар, даже не помышляет. И дело здесь не в деньгах.